Закон Духа Жизни Закон Духа Жизни А по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то телом мертвого для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умиршляете дела плоские, то живы будете». В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышали слова святого апостола Павла о том, что Господь наш Иисус Христос, будучи полноценным Богом, принес в наш мир истинную свободу, свободу от рабства, дьяволу и греху. Мы знаем, что с момента грехопадения прародителей Адама и Ева и до самого прихода Христа человечество находилось в тяжком рабстве греха и тления, которое, по сути, есть не что иное, как следствие греха. При этом падение человека было столь сильным, что сам человек никогда бы не смог исправить свое положение, никогда не смог бы собственными силами разрушить давлеющую над ним тяжесть греха. Для этого необходима была помощь свыше от самого Бога, и Бог дает человечеству такую помощь. Как говорит апостол Павел, «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Данные слова по замечанию святителя Феофана Затворника означают следующее. «Поскольку закон не приводил к святости и праведности, а они составляют первоначальное назначение человека, то без чего, собственно, человек не человек, то беспредельная благость Божия устроила иной дивный способ к освящению и оправданию человека, чтобы Единородный Сын Божий воплотился и, победив грех, дал человеку возможность не поддаваться власти его и быть святым». Употребленное в данном отрывке словосочертание «в подобии плоти греховной» в отношении ко Христу Спасителю очень смущало некоторых толкователей и богословов и даже привело к появлению ересей. Сущность этих ересей заключается в том, что их сторонники не верили, что Сын Божий, Вторая ипостас Пресвятой Тройцы, действительно воплотился, то есть воспринял в себя реальную человеческую природу. Некоторые еридики отрицали приведённые положения по той причине, что многие религиозные философы полагали, что именно тело является причиной проявления в жизни человека греха. Там, где есть тело, там, естественно, есть и грех. Там, где тела нет, не может быть и греха. Следовательно, как полагали еридики, учение о том, что Христос имел полноценное человеческое тело, равносильно тому, что признать Его точно так же подверженным власти греха, как и каждый человек. В противобес такому еридическому мнению, святые отцы выдвинули так называемое главное сатирологическое правило «То, что не воспринято, то не исцелено». Это значит, что если в воплощении Бог Слова воспринимает свою божественную ипостась не всю полноценную человеческую природу, а лишь часть её, и тем более, если не воспринимает её вообще, но только визуально становится похожим на человека, в таком случае спасение, как исцеление и обожение человеческой природы, не осуществлено. И каждый из нас, точно так же, как и 2000 лет назад, всё так же продолжает быть рабом дьявола и греха. Православное учение гласит, для спасения человека не просто человеческой души, ведь душа — это не весь человек, но и человеческого тела нужно было, чтобы Бог воспринял в себя и тем самым осветил в себе всю человеческую природу и душу, и тело. Ведь по замечанию святых отцов, душа без тела — это лишь просто некий призрак, точно так же, как и тело без души, не более, чем просто труп. Но почему тогда святой апостол Павел говорит о некоем подобии тела Христа? Что это за подобие? Разъясняя приведенные слова, святитель Иоанн Златоус отмечает, что употребленное в данном случае слово «подобие» относится вовсе не к слову «плоть», но к слову «грех». Следовательно, делает вывод святитель, человеческая природа Христа была во всем торжественно нашей за исключением одного фактора, «во Христе не было греха». И именно поэтому апостол употребляет слово «подобие». Далее в сегодняшнем апостольском отрывке святой апостол Павел разъясняет различие между двумя очень важными терминами – что такое плоть и что такое дух. Апостол пишет, что жизнь во Христе – это жизнь не по плоти, но по духу. В данном случае слово «плоть» и «дух» имеют не столько антологическую, сколько нравственную окраску. Плотское – это то, что тянет нас к земле, греховное, в то время, как духовное – это то, что воспаряет ввысь, в небеса, туда, где Бог. Апостол утверждает, что помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Святитель Геннадий Кавказский на вопрос, что такое плотские помышления и что в них плохого, отвечает. Помышление плоти – это образ мыслей, возникший из состояния, в которые приведены люди падением. Это состояние направляет нас действовать на земле так, как будто бы мы были вечно на ней, убеждает нас возвеличивать все тленное и временное, уничтожает в нас Бога и все, относящееся к богоугождению, и в конечном итоге отнимает у нас спасение. Главный вектор плотских помышлений – это вражда против Бога. Именно по этой причине живущие плотью, то есть ставящие в углову угла своей жизни временное и земное, никогда не смогут угодить Богу. А значит, не смогут и спастись. Читая сегодняшний апостольский отрывок, мы должны стараться помышлять не о плотском, не о временном, но о духовном и вечном. Духовный человек не ждет, когда наступит время Божьего Царства, потому что это Царство уже раскрылось в его сердце. Как говорит блаженный Августин, если мы имеем в себе Бога, значит, мы самые богатые и счастливые в этой жизни люди, и никакое иное богатство нам не нужно. Помня об этом, будем стараться стержать в своем сердце это истинное и единственное важное сокровище, ведь только в таком случае мы откроем для себя подлинные блаженства. Блаженство непрестанного общения с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом, Тройцей Единосущной и Нераздельной.